И сегодня мы с вами поговорим о религиозной конфликтологии. Давайте с этого начнём. Хорошо. Я хочу сказать, что нашим слушателям нашего центра особенно интересен альтернативный подход, поскольку традиционная конфликтология, с которой мы сталкиваемся в процессе преподавания в вузах, в старших классах школы, преподается с научной позиции. Но, возможно ли, какие-то альтернативные точки зрения к примирению конфликтов? Что вы об этом думаете, Владимир Филиппович? Дело в том, что само понятие религиозная конфликтология родилось из опыта преподавания курса психологии этно-религиозных конфликтов на факультете психологии Санкт-Петербургского государственного университета. 15 лет назад меня пригласили поучаствовать сначала в таком совместном курсе психологии миграционных процессов и этно-религиозных конфликтов. Потом выделился курс психологии этно-религиозных конфликтов. И в процессе преподавания я, конечно, обратил внимание на то, что конфликтология чрезвычайно развитая уже наука, хотя довольно поздно появилась. И вот, например, на факультете, вернее так, в институте философии государственного университета есть кафедра конфликтологии, и там, и юридическая конфликтология, и педагогическая конфликтология, и экономическая конфликтология. Даже есть такой предмет, объявлен, конфликтология духовной сферы. Это довольно типичный подход, когда берут и расфасовывают на отдельные поднаправления. И очень многие занимаются этим. На факультете международных отношений был курс по этнокультурным, этноконфессиональным конфликтам. Скажем, монография Зеленкова «Религиозные конфликты в 21 веке». То есть стало мне ясно, что это уже сложившаяся наука. Причем здесь именно научный подход к изучению религиозных и межконфессиональных и прочих этноконфессиональных конфликтов. И кроме того, оказалось, что, скажем, в Казанском университете объявлен курс религиозной конфликтологии. Конечно, это название немножко непонятно, может быть, что значит религиозная конфликтология. Как я это понимаю, это конфликтология, изучение конфликтов в сфере конфессиональных напряжений, конфессиональных столкновений, межрелигиозных, религиозных и нерелигиозных. И это вполне научно. Здесь нет конфликта научной и, так сказать, религиозной позиции.